Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы обсудим, действительно ли компания Quester World продолжает работать, и правда ли, что Диего Мартин является ее владельцем. В своих последних видео Диего Мартин заявил, что он по-прежнему является владельцем компании Quester World. И на Фейсбуке его попросили предоставить этому доказательство. И Диего в качестве аргумента сослался вот на этот сайт под названием e-informa.com. И, насколько я понял, данный сайт является реестром, в котором содержатся данные по юридическим лицам Испании. Может быть, там есть и другие страны, но Испания точно, потому что здесь как раз содержится информация по компании Quester World. И если вы зарегистрируетесь на этом сайте, пройдете бесплатную регистрацию, вы можете найти информацию по квестре по названию. Вот здесь вот в правом углу можете ввести название Quester World, или можете ввести ее налоговый номер, вот такой вот, который вы видите сейчас на экране. И давайте с вами сейчас посмотрим интересующую нас информацию. Я включил Google Переводчик. Похоже, что опять здесь корявый перевод. Значит, текущая социальная причина. Скорее всего, имеется в виду текущее название. Quester World Global SL. Итак, налоговые номера. Еще какой-то номер. Дунс, не знаю, что это такое. Интересно, что здесь написано старое название Abyssal Associates 21 SL. То есть, похоже, что компания Quester World раньше называлась по-другому. Она называлась Abyssal Associates 21. Текущий зарегистрированный офис. Текущий зарегистрированный офис находится в Пассео Костелана, 9 этаж. Там такой-то, такой-то. Ну, думаю, что нет смысла туда ехать и что-то проверять, потому что, скорее всего, это обычный юридический адрес. Естественно, именно никакого рабочего офиса, чтобы там сидели люди и сотрудники, вы не найдете. Дальше. Коммерческий риск. Вот это вот интересная информация. Здесь показан рейтинг, но не очень понятно. Ну, вот, показаны вот эти голубые поля. И в чем заключается рейтинг, тут непонятно. То есть, вот, как это понять и как это трактовать, не очень понятно. Но, самое интересное, указано вот здесь. Положение компании активное. Это что значит? Это значит, что данное юридическое лицо существует, функционирует. То есть, компания не закрыта в данный момент. Дальше. Кредитное мнение проконсультироваться, проблемы запроса, раи проверить сейчас и что-то еще. То есть, вот эта информация, которую я сейчас смотрю, это бесплатно. Но, если кто-то хочет получить более детальную информацию, я так понимаю, за отдельную плату можно получить уже более развернутую, более детальную информацию. Если вас очень интересует ситуация в компании Квестра, пожалуйста, вы можете пройти регистрацию и за отдельную плату получить более подробную информацию. Смотрим дальше. Финансовая информация. Я так понимаю, это размер уставного капитала в размере 3000 евро. Ну, поскольку речь идет про европейскую компанию, на мой взгляд, это копейки. Как на презентациях там говорилось, что это многомиллиардная компания, корпорация номер один, там с миллиардными оборотами. А по факту, всего лишь какой-то жалкий оборот на 3000 евро. Дальше. Коммерческая информация. Это сектор общего обслуживания. Дата учреждения 7 марта 2016 года. Сфера деятельности. Другая консультационная деятельность по управлению бизнесом. Консалтинг и пиар компании. Международные операции не фиксируются. Это я не очень понимаю, что значит не фиксируются. Вот. Смотрим дальше. Корпоративная структура. Корпоративная структура. Уникальный администратор Гелоберт Баутиста Жозе Мануэль. Ну, тот самый Гелоберт, который приезжал в Россию, участвовал в лидершипе, прыгал по сцене, со всеми там фотографировался. Мажоритарный акционер Мартин Фальдути Диего Альберто. То есть, как раз вот здесь мы видим, что действительно Диего Мартин является мажоритарным акционером. Юридическая форма. Индивидуальное общество с ограниченной ответственностью. Обязан представить счета, если. Административные связи. Административный орган. Один член. 20 июля 2017 года. Должность и недействующие. Три члена. 20 июля 2017 года. Руководители, органы и ревизоры. Действующая должность. Фамилия, имя. Уникальный администратор Гелоберт Баутиста Хосе Мануэль. Назначение 20 июля 2017 года. И финансовые связи, как раз фирменное наименование Мартин Фальдутти Диего Альберто. А владельцем компании, то есть тем, кому принадлежит 100% акций, является Мартин Фальдутти Диего Альберто. Таким образом, по документам, по реестру, мы видим, что действительно Диего Мартин является 100% владельцем компании Квестер Ворлд. Вот на этой странице интересно посмотреть, как менялся состав управляющих. Во-первых, управляющим был некто Серда Сан-Хуан Рамон. С 15 марта 2016 года по 20 июля 2016 года. Дальше. С 20 июля 2016 года по 23 декабря 2016 года руководил некий болчант Гуидумал Хиро. А с 23 декабря 2016 года по 20 июля 2017 года, как мы видим, в число руководителей входил еще Мартин Фальдутти Диего Альберто. И начиная с 20 июля 2017 года, управляющим является как раз Гилоберт Баутиста Хосе Мануэль. Кто-то может сказать, ну так смотри, по реестру получается, что компания работает, компания активна. Ну, в последних видеороликах владелец Квестер Уорл Диего Мартин открытым текстом объявил. Ребята, никакого возврата Квестера не будет. Почему он выступил против Александра Кэсли и сказал, что Александр Кэсли дает просто людям ложную надежду. Почему, например, Диего Мартин не закроет компанию, если он считает, что все, компания уже не вернется и не воскреснет, почему он ее не закроет, не проведет через процедуру банкротства, я не знаю. Это можете задать вопросы к нему. Но факт остается фактом, что да, на данный момент она активна. Может быть, у него в уме есть планы закрытия в ближайшие недели или в ближайшие месяцы. Все возможно. Но факт остается фактом, что владелец компании по имени Диего Мартин никакой деятельности, никакого возврата делать не планирует. Именно на это ссылался Диего Мартин, когда обращался к Александру Кэсли и сказал, что Александр, ты не имеешь права использовать название компании Квестер Волл, логотип компании Квестер Волл, потому что я являюсь владельцем этой компании. По документам получается, что так и есть. Именно поэтому Александр Кэсли после видеоролика Диего Мартина быстренько переименовал все свои чаты и группы, убрал слово Квестер из названия и не использует больше логотипа, потому что юридически Диего Мартин действительно прав. Он является владельцем компании. Часто люди, когда пытаются проверить надежность компании, они пытаются найти юридическое лицо, действительно ли это лицо существует. Но вы должны раз и навсегда понять, что наличие юридического лица ничего вам особо не гарантирует. Вот в данном случае юридическое лицо есть? Есть. Оно активно? Активно. Даже уставной капитал есть. Руководитель есть. Владелец есть. Деньги есть? Нет денег. И владелец компании данного юридического лица открытым текстом говорит, что никакого возврата не будет. А значит и выплат никаких не будет. Поэтому не надо слишком большое значение придавать вот этим циферкам, что а вот есть юридическое лицо, значит это легальная компания. Толку от этой легальности чуть больше, чем ноль. Многие инвесторы Агам имеют на руках бумажные договора с компанией Агам. И многие говорили, о, смотри, какая серьезная компания. У них так все по-серьезному. Прямо вот с бумажными договорами с подписью и печатью. Ну и что? Кому-то сильно помогли эти бумажные договора вернуть свои деньги? Он, пожалуйста, вам. Идет суд вовсю в Казахстане, где судят четырех лидеров. Кому-то эти договора особо помогли? По-моему, нет. Поэтому нужно запомнить, наличие юридического лица у компании это хорошо, но никаких особых гарантий это не дает. Потому что юридическое лицо сегодня есть, а завтра его уже может не быть. И когда выплаты прекратятся, езжайте с вашими договорами в ту страну, где компания зарегистрирована. В Испанию, в Кабе-Верде, а в некоторых случаях в Австралию или Новую Зеландию. Вот такая информация на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.